Атеизм это такая циничная философия на самом деле, потому что в ней нет выхода. Вот зачем нужна такая жизнь, которая приводит к ничему? Вот человек вообще в своей жизни может хоть чем-то заниматься, чтобы приводило ни к чему. Вот зачем ты зарабатываешь на квартиру? А затем, чтобы у меня ее не было. Это вред полный вообще. Или зачем ты вынашиваешь ребенка? А просто так. Мы всегда к чему-то стремимся, человек не может. И точно так же закономерно возникает вопрос, а зачем тебе нужна эта жизнь, если ее потом не будет? И больше вообще ничего не будет. И он говорит, так она мне и нужна для того, чтобы пей, гуляй, веселись. Она мне и нужна для того, чтобы жить. Видите, у этой философии нет аргументов. И если говорить о философии, вот на этих всех пяти уровнях, которые сейчас буду описывать, они между собой спорят бесполезно. Потому что в этой философии никто не переспорит этого человека, который имеет такое мышление. Никто. Шансов нет. Но только есть один маленький момент. Когда он оставит тело, это, ну как бы я вам говорю, опять же, на грани фола. Потому что вы можете подумать, что это у меня отблески жезопримией, что я так мысляю. Даже так можно подумать, ну мы знаем такое мышление, мы видели. Священные Писания описывают выход из тела от атеиста. Веды представляют, описывают, есть такие описания. Когда атеист выходит из тела, он в шоке. Он когда себя осознает, а каждый человек, когда выходит из тела, он себя осознает. Веды описывают, даже конкретные случаи приводят, как атеист выходит из тела, и что потом дальше он смотрит на себя, как он это чувствует. Потому что чувства все, они умирают со смертью тела. Органы чувств умирают, глаза умирают, уши. А чувства, они имеют тонкую природу. Поэтому ученые сейчас и доказывают, что можно видеть без глаз, слышать без ушей. Ванга видела без глаз, это факт. Они глаза не видели, но она все видела. Это значит, что чувства живут без органов чувства, действуют спокойно. Поэтому и после выхода из тела, психическое тело остается только физическое, уничтожено. И человек чувствует себя, осознает в этот момент просто по-другому. Контакт с нашей реальностью тоже ограничен. Потому что мало таких развитых людей, чтобы они могли чувствовать тонкий мир, психический мир. Это другое измерение уже, нам недоступное. Итак, Веда объясняет, что есть невежественный слой жизни. Что значит невежественный слой жизни? Это определенное развитие личности. Какие цели должен ставить человек, когда он так воспринимает мир? И какие признаки такого восприятия мира? Какая вера у человека, когда он так этим живет? Признаки такие. Человек стремится к личному успеху, пренебрегая всем, что его окружает. То есть, настоящий атеизм означает все по-барабану. Пропади все пропадом. То есть, я живу как хочу и как мне нравится. Если мне нужна жена и семья, пусть будут рядом. Мне нужна до свидания. То есть, когда они говорят, ты что меня бросил? Я же страдаю. Это твои проблемы. Чего ты страдаешь? Не страдаю. И так далее, понимаете, да? Ну, то есть, мышление вот такое, в котором нет совести, нет каких-то обязательств жизни. Вот как мне нравится, так я и живу, ребята. Потому что это моя жизнь. Моя жизнь. И она закончится, и ничего не будет. Понимаете? То есть, вот такое мышление, если вы с ним столкнулись, или воспитывать бесполезно. Потому что точно так же, как растение, не вытянешь за уши и не сделаешь так, чтобы из маленькой яблони появились яблоки большие, вкусные, которые должны потом из нее появиться с будущим. Точно так же и человек не может развиться за пять минут. Поймите, вот сейчас это ответ на самый первый вопрос, о котором мы сейчас говорили. Вы сейчас узнаете, на каком стадии развития он находится, и как к нему надо относиться к этому человеку в этом случае. Я не против человека, я говорю об ожиданиях. Надо любить, заботиться о человеке, но ожидания — это главный фактор отношений. Чего ждать и от кого? Вот в чем вопрос. Итак, невежественный слой жизни означает, что человек в глубине своей испытывает еще очень сильный страх от этого мира. Чтобы этот страх побороть, победить, он пытается быть бесстрашным. То есть он парадоксально себя ведет. Именно если глубокую природу понять жизни, деятельность таких людей, они действуют не от счастья, так действуют. Почему человек спивается, почему человек развратом начинает заниматься. Хоть это внешне выглядит как счастье. Он пьет, он счастливый же, поет песни и ходит, правда? Разве это не счастье? И человек не видит страдания внутри души. Почему? Потому что страдания у невежественного человека или атеиста очень глубоко скрыты в сердце. Их не видно внешне. То есть он сам себе доказал, что он счастливчик. Что гулять от жены это хорошо, что выпивать это хорошо. И сразу возникает вопрос, а почему он так живет? В чем причина? И причина не в том, что он счастье нашел в такой жизни. А причина заключается в том, что у него нет вариантов. Потому что когда человек не чувствует Бога, не чувствует контакта с Ним, не чувствует совести, чистоты в этом мире, то в этом случае он очень сильно психически внутри себя напряжен. И это психическое напряжение снимать только можно какими-то сильными средствами. Например, парк Горького в Москве. Я там был, смотрел. О, сам текло в рот, слава богу, не попало. Я просто наблюдал. Интересно, там такие аттракционы, которые реально как бы... Ну вот, там вышка такая есть, и ты реклама парка Горького. Заходи туда, садись. Сначала все так, вот по кругу люди садятся. Сначала вроде бы все как-то хорошо. Поехали вверх, поехали и доехали. И Таджана, наверное, до 16-го. Где-то так примерно. А потом свободное падение вниз. И ножки-то свисают. Прям падает она, штука эта. Падает и вот улетит вниз. И где-то в самом низу, вот где-то осталось этажа 3, она начинает тормозить. Тормозить. И потом останавливается и понеслась. То вверх, то вниз, то туда, то сюда. Они визжат, пищат. Если вы потом подойдете к человеку и спросите, вам понравилось? Он скажет, очень. И причина, почему ему понравилась одна, он снял с себя вот это напряжение. Понимаете? То есть это напряжение никак не снимается. Если человек с Богом контакта не чувствует, у него нет вариантов. Ему надо или выпить, или этот пар горького там это все покрутиться, повертеться вот так, чтобы там тигры летом сидят тоже. Можно рядом с тигром сфотографироваться. Классно же? Одно неловкое движение, у тебя головы нет. А он тигр, он не сильно соображает, что делать. И ты сфотографировался. Ну супер. Вот. Страх на страх дает обнуление. Понимаете? То же самое обнуление происходит, когда вот это вот глупое существование, оно глупое выпивание. Тоже обнуление. Блаженствуй на просторе, не думай о горе, с ковшом вина в руке. Знаете, когда начинается чума, то люди по-разному себя ведут. Некоторые начинают ходить пьяным во время инфекции. Это как раз это пир во время чумы. И говорится, что по-людению человек не выдерживает этого всего. Он просто напивается и пошел. Он не может терпеть этого всего. Понимаете? Потому что невыносимо. Так и человек, когда он находится в этом атеистической жизни, в которой нет глубины, нет совести, нет чистоты в отношениях, нет настоящих вещей, которые человек в жизни должен почувствовать обязательно. Ему не остается ничего, как просто наслаждаться сексом, наслаждаться вином. И то, что вот сейчас интернет открой, и все полностью завалено интернетом, вот именно такие вещи. Почему? Потому что большинство людей находится на этой платформе в жизни. Вопрос сразу заключается в том, а какие цели человек такой должен ставить перед собой? Вот как ему помочь? Вот если человек так живет, какие цели? Некоторые говорят, бросай мясо. Бросай мясо – это очень высокий уровень развития личности. Потому что есть желание испытывать счастье в теле, оно имеет три аспекта, веда объясняет. Три аспекта. И бросай мясо – это не самый первый аспект. Самое первое, которое дает человеку развитие, это эксплуатация своего собственного тела, желание наслаждаться собой. Когда человек хочет кому-то пользу принести, это первое, что может произойти с человеком в процессе его развития. А вот второе, что может произойти, это, понимаете, привязанность к своей плоти называется невежественное существование. Веда объясняет, что душа, когда тело очень сильно привязано, когда душа очень сильно привязана к своему телу и считает себя телом, это и есть атеизм. То есть человек считает себя телом, у него нет вариантов, даже не психикой, а именно грубым телом. И поэтому от него он отталкивается. Отсюда все эти теории, что жизнь идет из комбинации нервных импульсов, что она из большого взрыва возникла. Это все означает, что все от материи отходит. Материя – это основа. И именно научный эксперимент является основой вообще правильного понимания вещей. Без научного эксперимента нет. Если, допустим, ты не можешь доказать, что есть любовь экспериментальна, надо поставить это под сомнение. Понимаете, о чем я говорю или нет? Все от материи отталкивается. Материальное мышление. Поэтому самое лучшее лечение – это химия. Там все доказано. А эти травки еще неизвестно, как действуют. Самое правильное понимание питания – это белки, жиры, углеводы, из которых мы состоим. Мы же состоим из жиров, белков, углеводов. Мы не состоим из счастья, любви. Нет, из бировки, из белков, жиров, углеводов. Поэтому это и должны есть – белки, жиры, углеводы. Но жри тогда один жир. Самый чистейший – это как раз и есть раздельное питание. Самое все усваивается хорошо. Один жир жри. Один сахар. Один белок. Раздельное питание. Ты хотел белки, жиры, углеводы? Пожалуйста. Нет, я хочу вкусненькое что-то. А вкусненькое – это уже не химия, мой хороший. Это уже деятельность чувств. Это более высокий уровень мышления. Раз ты хочешь вкусненькое, тогда пойми, мой дорогой друг, что это не случайно ты хочешь. Потому что вкусненьким питается тонкое тело, психическое тело человека. Оно тоже есть, оказывается, и оно хочет есть. Тонкое тело хочет есть. Я жрать хочу. А что у тебя настроение испортилось? Ну, хочешь жрать, значит, ты устал. Усталым должен выглядеть. У тебя нет сил. А что ты злишься, нервничаешь? Потому что тонкое тело проголодалось, психическое тело проголодалось. Понимаете? Это другой вид голода совсем. Грубое тело, оно истощается медленно. Есть полные люди, ну, через недельку килограмма три сбросит грубое тело. А там питательных еще веществ много. Много еще. До голода, грубого тела, до свидания. Каждые четыре часа человек хочет есть. Он, я уже это не могу. Ну, грубое тело, он нормально. Ну, что там хватает на неделю, больше даже. Кто хочет есть? Ум хочет есть. Не вот это тело хочет есть, а ум хочет есть. Теперь доказательства есть доказательства. Когда человек на огороде работает, у меня теща на огороде работает, говорит, целый день есть не хочу. Потому что ей нравится. Когда уму что-то нравится, он питается этой силой. Ему не надо уже сильно думать о еде. Когда любимое дело человек делает, забывает про еду и все нормально. Так или нет? Он питается любимым делом. Или человек занимается любовью, он забывает про все вообще. Про сон, про еду, ничего не надо. Только любит и все. Так ведь? Он наслаждается психическими вещами. Психическая энергия также от пищи идет. Поэтому мы ее кушаем. Именно какие вещи мы кушаем? То, что вкусно, означает есть психическая энергия. Это уже другое мышление, более высокое. Отсюда это значит, что лечение также может не от химии зависеть, а от вкусов. Поэтому врачи говорят, тебе надо горькое пить. А я спрашиваю, а что там состав-то какой у горького? Вот неважно, главное, чтобы горькое было. Они не понимают. Понимаете? Другое мышление, уже более высокого порядка. Итак, первый слой жизни – атеизм. К чему стремимся? Вот у меня близкий человек, допустим, пей, гуляй, веселись. Мне все по барабану. Да пошла ты, живи как хочешь. У меня все классно. Нажрался и нормально. Вот такая, допустим, ситуация такая в жизни. Он говорит, негодяй. Он не негодяй. Он просто вот живет, он как может так живет. У него такое вот развитие у этого человека. Он не негодяй. Он вот как может, кошка негодяй или нет? Знаете, я видел много раз, вы тоже видели. Стоит бабушка и доказывает что-то собаке. Ругается с ней. Она все понимает, как собака. Но помочь ей не может. Что у нее такое развитие, она не может понять всех тонкостей мышления, бабушки. Она просто думает, собака, когда кормить-то будешь, сколько можно орать? Чувствование есть у собаки, эмоции есть, все есть. Но логики нет. Она эмоциональная, есть все, эмоции она чувствует, все понимает. Она согласна. Виноватая себя чувствует, за что не знает. Ну, виноватая. Примерно догадывается, за что. Причем бабушка устанавливает все правила игры, поэтому собака искренне раскаивается, потому что она других правил игры не знает. Все законы от бабушки исходят. И еда тоже. Животным иметь дело супер. Оно очень искреннее всегда. Оно тебя понимает лучше всего, потому что нет возможности догадаться, что бывает как-то иначе. Вот такому человеку выход один. Выход один. Это с помощью служения своего. Ну, в дистанцию, на расстоянии. Не надо близко там выяснять отношения. Ты меня любишь, не любишь. Он будет думать, конечно, люблю. С тобой сексом классно заниматься. Ну, ты видишь, мы сексом занимаемся, ну, ну. То есть нет смысла в этом во всем. Правильное представление любви приходит позже. Нет смысла. Есть смысл просто доказать своей жизни этому человеку, что можно что-то делать не для себя. И когда человек видит, что это так, сердце тает. Он реально переходит на другую ступеньку, который называется нравственный атеизм. Нравственный атеизм. Мы рождены, что сказку сделать были. Нравственный атеизм означает, есть нравственные законы. Понимание, что нужна семья. Все есть, все, все, кроме Бога. Все есть. Но это атеизм. Почему атеизм? Потому что такое развитие человека. Так человек проходит определенный этап развития свой. Это сравнивается со сном, со сновидениями в жизни. Человек уже начинает чувствовать, что такое жизнь. Как животное? Оно чувствует, что надо жить. Его нельзя убить просто так, не будучи наказанным. Почему? Потому что животное жить хочет. Вот кто из вас считает, что животное жить не хочет, он заблуждается. Посмотрите в глаза животному и убить их хочет. Я когда в армии был, у меня на глазах там у нас был хоззвод, и там я был сам инструктором, и мне на глазах убивали несколько быков. Один там бравый солдатик решил помочь прапорщику, взял нож и надрезал связанному быку горло. Я смотрел на быка. Моя цель была понять, настоящий он или нет. Потому что некоторые считают, что он не настоящий, что он не живой, нет души там. Я встал, я хотел понять, есть душа или нет. Когда я смотрел ему в глаза, а он смотрел в мои, отчаянием, умирая, я тогда понял, что есть душа. Если вы хотите понять, посмотрите, сходите и посмотрите, как животные погибают из-за того, что мы хотим мяса. Нет другой причины, зачем их убивать. Итак, нравственный атеизм означает, что человек стремится к счастью. Вы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Ну, то есть, мы должны быть счастливыми в той жизни счастья, все должны быть счастливыми. Чтобы быть счастливыми, надо жить правильно, по законам. Вот. Все делать, как надо. Не будешь делать, как надо, будешь наказан. Все нормально, проблем нет. Как надо, сдают старшие, ты вообще ничего не знаешь. Делай, как хочешь, как нужно, делай, как нужно, или будешь страдать. Все. Это нравственный атеизм. Потому что совесть в такой жизни имеет всего лишь скрытую природу, неявную. Потому что закон это создает Бог. Мы же не можем закон это создать. Например, само понятие совести. Некоторые говорят, а что такое совесть? У каждого своя совесть. Нет, мои хорошие, у каждого своей совести не бывает. Совесть нам не принадлежит. Совесть это представительство Бога. Иначе бы это была не совесть. Она нам не принадлежит. Она совпадает с священными писаниями совесть. Полностью. Потому что от совести священные писания и написаны по совести и от совести. С этой точки зрения человек, когда начинает жить честно в семье, честно выполняет свой долг семейный, честно работает, честно любит свою родину, честно сражается за нее, честно погибает. это хорошая жизнь? Конечно. Конечно. Есть ли что-то выше этого? Конечно. Это не значит, что мы похоронили вот эту идею жить за родину, любить своих близких. Мы не похоронили это все. Просто вот в этой идее есть одна проблема, которую я сейчас озвучу. эту проблему мы вскрыли в вопросы, когда задавали мне. Смотрите, девушка ведь честно полюбила молодого человека. Она ничего плохого не хотела. Молодой человек честно полюбил девушку, все классно. Проблема только заключается в том, что этот молодой человек не знал, что такое любовь, что она имеет огромную силу, влияние. И он влюбился по-настоящему как мог. То есть слепо. Что это значит? Это значит, что для него девушка стала Богом. Это высшая цель жизни для него. Не успеешь уйти, я бегу за тобою, чтоб во сне не растаял твой след голубой. Вот такая любовь, вот такая беда. И когда тебя нет, ты со мной, ты со мною всегда. Всегда. Даже во сне. так девушка, так у него. Представляете, как повезло человеку? Не каждый может испытать такое чувство. Вот. Это опасно. Потому что такая любовь всегда приводит к поражению. Невозможно выдержать человеку такую любовь. Потому что она же высасывает силы, кого ты любишь, тот обдает энергию. Ничего не бывает просто так. Вот что такое, почему мне хорошо? Это хорошо от человека исходит. Оно не взялось с потолка. И поэтому девушка крайнюю степень истощения сейчас испытывает. Ей тяжело, она уже даже ночью нормально спать не может. Потому что слишком много отдала. Ей уже тошнит. Она говорит, если он идет к друзьям, думаю, слава Богу, уже не могу. Потому что она не Бог. Вот в этом опасность. Когда мы предаемся процессам счастья, и посильней стучи, 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 стучи. То есть я люблю свою работу, я люблю тебя жизнь, я люблю девушку, я люблю всех. Вопрос заключается в том, насколько эта любовь, она взаимная. Насколько человек, насколько моя работа может мне отдать назад, насколько вот я вот если упашусь до инвалидности, насколько вот те, ради кого я пахал, могут это оценить. Вот в чем вопрос. Насколько девушка, ради которой я убиваюсь, может оценить мою любовь? Конечно же нет. Потому что мы ограничены в этих возможностях что-то оценить. А душа по своей природе безгранична. Она может любить очень сильно. Она может упахиваться очень сильно. Понимаете, по-настоящему означает отдавать свою жизнь. И поэтому вот эта вот идея нравственный атеизм это слепая жизнь, фанатичная, в которой люди они им сложно понять. Они чувствуют, что классно отдать себя чему-то. Вопрос чему? Просто девушке себя отдать, просто ребенку. Мать влюбляется в ребенка, верит в него. Мы живем с тобой ради наших детей. Ты понял или нет? Знакомая фраза женщины? Знакомая? Это и есть нравственный атеизм. Означает, что ты не понимаешь, что не ты для ребенка живешь, а ребенок живет для Бога. И ты для него представитель Бога, ты должна его правильно воспитать. Это не он Богом становится, а все наоборот. Ты для него должна старше стать в этой жизни. Это означает, что ты должна перестать в него верить. Потому что если ты будешь верить в него, как он может поверить в тебя? Тот, в кого верит, тот становится кумиром. невозможно наоборот, процесс только в эту сторону идет. Значит, он будет эгоистом и глупым человеком выраст. Так оно и происходит. Потом разочарование. Полюбил девушку, разочарование. Полюбил работу, искалечился, разочарование. Полюбил ребенка, разочарование. Жил ради квартиры, разочарование. Почему? Потому что так устроен этот слой жизни. Человек чувствует, что есть чистота, есть глубина, а где не знает. Это его уровень развития. Поэтому на этом уровне развития у человека также есть выбор, что ему делать и как. Если человеку атеисту не надо предлагать бросать выпивку, бросать не ту пищу, бросать свои глупые увлечения сексом, не надо ему это предлагать, потому что он не может без этого жить, он очень сильно напряжен внутри, ему нужна разгрузка. Ему можно предложить свое служение, свою заботу, свою чистоту и свою совесть. Потому что только человек спасает человека. Один человек может помочь другому, сам человек себе не может, всегда так. Один человек спасает другого, всегда. И поэтому вы берете счастье у кого-то, отдаете близкому человеку, который на этой платформе находится. Только знайте, здесь есть одно но серьезное. Не надо от него счастья ждать. Если человек на такой платформе находится, отдавайте ему ваш долг, дарите ему счастье. и будьте счастливы тем, что вы ему дарите это счастье. А когда он станет благодарным, вы такую для Бога сделаете пользу. Вы так ему поможете этому человеку, что он никогда вам не отплатит, никогда в жизни. И хорошо. Потому что если вам никогда не отплатят, вы такую же неоценимую услугу сами получите в жизни. Поэтому человек получает родственники того, кто ничего не не хочет знать, ничего не хочет слышать, у него нет совести, он живет как хочет. Для чего? Потому что у него единственный шанс это вы. А вы думаете, а что я от него счастья не вижу, пошел он нафиг. Так это тоже атеизм, так думать. Значит самопожертвование начинается вот с того, что мы таким людям, своим близким отдаем свою жизнь. Как? Так, чтоб не надо ждать счастья от этого человека. Служить ему хорошо, это укрепляет душу, делает человека сильным. Может ли он измениться? Да в два счета. Вот если вы будете честно там годик допустим, честно по-настоящему позаботился о человеке, через год он уже изменится, он станет другим. Есть много примеров. Просто через год он не бросит все свои проблемы, но он станет другим, у него уже появится совесть в сердце, он почувствует, что ты правильно живешь, а я неправильно, он тебе об этом скажет. Поднимите руку, кто это уже понял, увидел. Вот есть люди, которые так живут. А кто не понял еще? Это ваш экзамен. Нам придется понять, иначе нет выхода. Бог нас проверяет. Девушка говорит, что это он не показывает. мне на глаза. А вот он такой. Если ты хочешь к нему, он тебе даст сначала ношу. Он даст тебе ношу, а потом проверит, ты хочешь нести или нет. Не хочешь, тогда не лезь ко мне. я я тоже несу тебя как ношу. Я тоже мучаюсь с тобой. Мы не знаем, что мы там вытворяли раньше. Итак, если человек атеист, самое главное не приближаться. Не надо с ним строить нравственных бесед. Не надо ему сердце открывать, оно ему сто лет не нужно у твоего сердца. Просто живите вместе, стройте свои планы, воспитывайте детей, покажите ему, что есть совесть. Когда он это поймет, он переходит на следующий уровень, на котором уже есть счастье настоящее. Потому что на этом уровне он начинает слепо верить вам уже. Он не в Бога поверит, а в вас такой человек. В вас он поверит. Он будет верить, вы настоящая женщина или мужчина, а я такой человек, которому повезло с таким человеком жить. Вас поверит. Он поверит в свой труд, в своих детей, поверит в то, что эта жизнь прекрасна. Но больше он не может ни во что поверить пока, потому что так развивается человек. В это время не нужно от него требовать каких-то специальных диет. Но такой человек с удовольствием будет спортом заниматься, потому что в это время он отвлекается от своего тела. Гравственный атеизм означает, что человек начинает вести здоровый образ жизни. Начинает зарядки, закаливания, то есть он начинает тело напрягать, потому что атеист не хочет напрягать тело, он говорит, что за зарядка, зачем, не так нормально, что я себя мучить буду, мне хорошо без зарядки. А человек, который хочет быть здоровым, означает аскезу над телом, он начинает нести аскезу над телом, готов себя подчинить мучениям ради здоровья и счастья. Интересно знать, что именно здоровье и счастье из мучений возникает, как ни странно. Чтобы быть здоровым, человек должен постоянно мучить тело, причем по-доброму мучить, не по-злому. По-злому оно еще больше заболеет, обидится. По-доброму. Чтобы не убегаться, означает закаляться не слишком сильно, чтобы не перезакаляться, наклоняться не так, чтобы возник радикулит и так далее. Понимаете? То есть по-доброму ты тело напрягаешь, но не мучаешь. А вот как раз травственный атеизм означает, что человек сначала не может по-доброму. Если уж он начал качаться, то до чертиков. Если он начал бегать, то до чертиков, если он закаливаться начал, то до последнего. Потому что он победу чувствует под телом, ну что, я тебе сейчас устрою. Голодать много дней, до последнего. Это есть счастье. Все расстасется. Селок не понимает, что нужен баланс в отношении с телом. Не нужно вот этой крайности все. В это время он не понимает, но он уже почувствовал волю, власть над телом. Настоящая власть означает его контроль и подчиняться его желаниям. Спать, хочу есть, спать, секса есть, спать, секса есть, спать. Тело диктует. У него есть желание у тела? Есть оно живое, оно живет внутри, ну как бы душа распространяет себя на тело и согласно телесным представлениям на жизни. У него тоже есть желание у тела, оно не может без этого жить. Без сна не может тело жить, без телесных отношений не может болеть начинать. Поэтому оно диктует, не поешь, попробуй не поешь, не поешь. Все, закончится жизнь, ты не сможешь думать о возвышенных вещах, будешь бегать, думать о идее. то есть тело придется снабжать, дышать, не попробуй не подыши, тебе капец, без воды невозможно. Пей мое хорошее тело, но не я. Это твердая позиция. Это не я. Я не тело, я душа, жизнь прекрасно хороша. Ладно, это позже. Нравственный атеизм, невозможно понять, что я не тело, но я сила воли, я сила воли, я победа, я счастье, я сильный, я смелый, я могу. Это нравственный атеизм, которым нет смысла выше смысл счастья, в это время смысл счастья. Человек чувствует солнце, он чувствует, что есть что-то высокое в жизни, а что конкретно он не знает. И он это отождествляет со своей женой, детьми, собачкой, домом, природой, со всем, что он видит божественным вокруг себя, но Бога в этом не видит, к сожалению. И это неудача. она потом неудача превращается к сожалению в слом. Человек ломается, если он не выбирает правильное дальше движение. Правильное дальше движение куда? Если человек уже способен контролировать себя, он может зарядки делать, режим дня соблюдать, он может правильно жить, у него здоровый образ жизни, он уже знает, что нужно семью сохранить, что нужно на работе честно работать, что любить родину надо. Куда дальше ему двигаться к этому человеку? Где дальше его развитие? Вроде бы все уже есть. Где развитие дальше? Конечно, спроси у жизни строгой, какой идти дорогой? Куда по свету белому отправиться с утра? Иди за Богом следом, хоть этот путь неведомый. Иди, мой друг, всегда иди, дорога ее добра. Вот, то есть за солнцем там, но это аллегория, это в ведах так, сравнивать Бог с солнцем, чтобы наглядь не был. Итак, если человек не поймет, что кроме личного счастья, его личной жизни, семьи, работы, дома, есть еще другое счастье, которое лучшее, все остальное растает как дым, потому что душа замучает всех. Душа замучает свое желание иметь квартиру больше, это желание может замучить всю жизнь, вы знаете об этом, что желание иметь больше квартиру заставляет работать, как и шаг, большую половину жизни. Просто одно это желание. Желание секса другую половину жизни разрушает, потому что оно неизбежно ведет к разрушению семьи, потому что с женой все равно не получишь то, что хочешь, потому что все надоедает, то, что есть, и хочется большего, это значит, надо разрушать семью, неизбежно и дальше опять идти этой дорогой любви или поиска своей второй половинки. страшная ситуация, страшная. Можно так наискаться, что все разрушит свою жизнь. Итак, следующая стадия развития человека. До этого нравственный атеизм это страстность теплой жизни. Что значит страсть? Это значит, человек верит в будущее, он верит, что у меня с детьми все будет хорошо, с работой все будет хорошо, с квартирой все будет хорошо, у меня светлая жизнь, меня все здесь ждет только все хорошо, а тело в это время стареет. А чем старее тело, тем там все хуже и хуже происходит, понимаете, все наоборот. То есть это ожидание оно не соответствует вот этой материальной действительности, в которую ты веришь. Нравственный теизм, вы не устали, не уснули? Нормально? Устали? Спеть? Не продолжать тему или нет? Ладно, я буду повеселее читать. Не знаю, как правда болеет. Ну ладно, нравственный теизм, сейчас будет прочь уже. Это благостность в твой жизни. Все вот оно настоящее счастье на земле. Человек достигает счастья на земле в это время. Что это такое нравственный теизм? Это когда ты уже понял, что вот у тебя есть семья, есть дети, есть любовь к своей родине, к работе. И это все не сможет жить нормально, существовать нормально, если ты не посвятишь себя тому, что на это дает силы. Самая главная проблема нравственного атеизма, проблема заключается в том, что у человека сил не хватает, у него не хватает сил добиться всех своих целей в жизни, потому что человек живет в будущем, ему надо квартиру лучше, ему нужно жене лучше, чтобы все сделать самое лучшее детям, он для детей жизнь отдает, все самое лучшее детям, но самое лучшее не получается, потому что он же не бог, получается насколько может, он обижается, что ребенку не тот институт, который бы он хотел, достался, что ему досталась не та квартира, которую бы он мог ему дать, он думает я прожил свою жизнь зря не смог я всем дать то что им надо а им это 100 лет не надо чтобы вы знали потому что это все временно это все не удовлетворит душу глубоко и если человек все-таки не не попытается узнать найти с начать искать свою веру в это время когда у него он стремится квартире к жене к машине детям то в это время у него происходит крах у него разрушается все потому что там напряг достигает до предела понимаете поэтому если человек не развивается душой развод неизбежен а так как у нас 80 процентов людей не развиваются душой в стране поэтому 80 процентов разводов люди живущие в страсти не могут сохранить семью если человек стремится к дома машине жене и детям семья разваливается неизбежно почему потому что для того чтобы это все поддерживать тебе нужны силы не силы физические а силы души люди когда начинают от психологии изучать знаете они самое лучшее достижение тех кто занимается психологией на психологии чё говорю прощай улыбайся принимай терпи заботься люби верь старайся и так далее так вот любая психология говорит об этих вещах чего не хватает силы не хватает на это все прощать нет силы любить нет силы терпеть нет силы верить нет силы мучиться нет силы глаза бы мы ни на это все не смотрели психологии нет источника на это все понимаете из еды это энергия не возникает из пробежки тоже можно пробежаться зарядку сделать как страдал так и страдаешь потому что ты страдаешь глубже чем физическое тело от этого страдания движением и пищей не избавиться если у тебя нет счастья не хватает близких отношениях это значит что тебе чего-то другого не хватает которые из этих отношений не возникает самих из жизни своей работы это не возникнет это не возникнет из природы это возникнет только от высшего чего-то высшего и эту высшую 2 можно найти через три стадии которых мы много уже говорили первая стадия на дальней станции сойдут трава по пояс хорошо с былым наедине бродить полях ничем ничем не беспокой а почему хорошо потому что там бог есть в природе там есть бог и поэтому хорошо это первая стадия постижения бога сравнивается с солнечным светом человек солнечный свет чувствует хорошо ему на этом свете откуда пока не знает возникает цвет вторая стадия постижения бога через людей я люблю тебя жизнь я люблю тебя снова и снова вот у шок нас зажглись я сагаю с работы усталым я люблю тебя жизнь я хочу чтобы лучше ты стала понимаете то есть мне немало дано жизни земли равнина морская неизвестно давно бескорыстная дружба мужская свете каждого дня жизнь как я счастлив что нет мне покоя есть любовь у меня жизнь ты знаешь что это такое понимаете это означает что человек начал людей чувствовать начал отношения с людьми чувствовать это другая ипостась который дает энергию бога если человек природу не чувствует он богу не приблизится есть такие лунатики знаете что-то там мучаются молятся 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 потом бац печень отказала чё она отказала то потому что ты не контактируешь с природой тебя нет силы молиться знаете настоящие святые они могли зимой в одной рубашке ходить почему потому что контакт с природой сильный все стадии прошел этот человек он любит природу он не обидит тварь маленькую любит солнце любит воду любит ветер он любит бога в самом простом сначала своем проявлении потом он начинает любить в людях бога настоящий святой это не тот кто там да пошли вы все это молюсь нет он любит бога он отдает им свою любит людей он отдает им свою жизнь такой человек святой засима я на нем слушал истории когда в донецке был мне рассказывали просто человек приходит к нему говорит у меня ребенок воспаление лёгких горит ладно и ступай ступай себе и потом день и ночь молится день и ночь за этого ребенка и ребенок бац он должен умереть бац и он выживает уже все в реанимации лежит и нет все он выживает и нормально все проходит болезнь так действует молитва потому что через этого человека к ребенку идет эта сила которая оживляет понимаете он для людей живет такой человек и он счастье испытывает служа это уже очень высокий уровень развить не надо имитировать на думать что я сейчас буду служить своему мужу который выпивает вот я бескорыстно беззаветно ему служу и все он перестанет пить нет ты не таком уровне находишься держи дистанцию заботься развивать себя пытайся подняться на более высокий уровень и пока еще не солнышко ясное итак благостный слой жизни это нравственный туизм что это такое что это за жизнь по факту это та же самая жизнь тоже семья тоже страна тоже люди тоже труд такая же жизнь все то же самое только человек при этом знает откуда брать силы это настоящая счастливая жизнь он берет силы от природы он берет силы от людей потому что у него есть любовь у меня есть дружба у меня есть я люблю труд я шагаю с работы усталым то есть понимаете такой человек он там интересно да знали светлое будущее такой человек он настоящий полноценный человек потому что он знает откуда брать силы если допустим себя сейчас спросить почему я с утра не молюсь почему я в храм не хожу одна только причина не особо-то это не надо честно потому что я не знаю что там силы получаются понимаете чтобы от бога взять силы нужно краник вот здесь вот сердце перевернуть я сейчас вам расскажу как человек становится человеком вот эти вот две стадии атеизм и нравственный атеизм эти стадии они еще полностью от животного существования не освобождают потому что сознание направлено вовне это называется внешнее сознание человек счастье ищет вовне он истечет в детях жене в людях в природе во всем чем угодно но только не внутри себя понимаете он не знает что есть что-то есть такая жизнь в которой не надо куда-то бежать куда-то спешить что есть такая жизнь в которой человек счастье достигает находясь самим собой не значит что он просто там пошел наступила грусть что пойду пройдусь там нет это не размышление это не размышление это настоящая жизнь полноценная сильная кипучая жизнь в которой человек трудиться сердцем со всей силы то есть это труд это труд рождающий счастье понимаете и чтобы я повернулся к этому труду есть один маленький момент человек сам себя туда повернуть не может для этого нужен кто-то кто это тебе сделает поэтому человек может перейти в благостный слой жизни только по милости старших касается всех и меня и вас всех ни один человек не может как бы сам себя развить нужна вот эта вот энергия более чистого сознания передается от другого человека сам себя из болота за волосы не вытащишь как мюнхгаузен понимаете и поэтому разница между нравственным атеизмом и теизмом только одна если человек кому-то поверит жизни кому-то поверит а желательно поверить тому кто находится конкретной традиции духовной какой-то понимаете потому что если он чем-то там занимается но это не подкреплено священным писанием древним опытом людей не подкреплено то тогда это опасно неизвестно что это там такое там конечно благостно все может быть тоже но непонятно куда дальше нужно это опасно поэтому искать дальше поиск человек должен найти старших для себя в жизни в своей классических духовных традициях лучше всего вообще не прыгать не бегать а вот какой культуре какая тебе понятно там оставайся вот где ты родился в какой культуре живешь там оставайся не надо никуда отбежать самый лучший вариант вообще вот потому что ты уже прошел там какой-то путь а в чем-то другом придется идти заново неизвестно куда поэтому лучше оставайся что ты чувствуешь что ты понимаешь там и оставайся итак нравственный теизм означает что человек счастлив становится счастливым это признак почему потому что он с утра молится он получает силы он умеет прощать он прощается все силы если он чувствует что его бросили он молится для того чтобы простить а не ищет правды ну то есть он внутрь себя уходит и там побеждает судьбу а не пытаясь кого-то вернуть там и так далее то есть он побеждает изнутри жизни и при этом когда он побеждает у него высвобождается такая сила он начинает делать добрые дела сначала иди за солнцем следом хоть этот путь неведом иди мой друг дорогой добра а потом оставь свои заботы падение взлеты пойми что это жизнь не детская игра а если с другом худо не уповай на чудо спеши к нему всегда иди дорогою добра следующий этап дороги добра означает что у тебя силы высвобождаются ты можешь уже реально кому-то помогать кроме себя вот попробуйте сейчас на кого-то переключиться когда лекция закончится ко мне подбегут люди скажут олег геннадьевич помоги мне помоги это нормально люди страдают это факт но те которые уже переключились вот на этот слой благостной жизни они говорят олег геннадь спасибо все классно я все поняла мне уже лучше я себе помогаю поднимите руку кто сейчас так вот вот эти люди герои да вот вы такой человек просто спасибо и все от всей души без всяких условностей всяких желаний философии просто спасибо честно просто спасибо спасибо вам так может ли быть человек счастливым на этой земле может но небеспечным счастье означает подвиг на этой земле счастливым может быть только тот кто этот подвиг совершает он забыл про себя он трудится над своим телом чтоб не болеть он получает силы из окружающего мира он получает силы от людей вот в москве допустим какая ставка природа люди или бог природа далеко что бог еще дальше это не так просто от бога силы получать что остается метро остается вот эти вот люди которые едут метро и тебе надо желать им счастья в своем сердце не вслух вслух нельзя потому что можешь попасть в домик неизвестного архитектора они тебя не оценят вот а внутри можно можно и нужно это и есть то что спасает человека в москве потому что люди вокруг и там бог в каждом человеке если ты будешь научишься понять как понимать как любить людей ты расцветешь в этом городе ты станешь счастливым здесь все люди которых я видел в своей жизни счастливые они все человечные человеколюбы они все любят людей потому что людей много природы мало бога мало людей много то есть когда человек полюбил человека он становится успешным в москве вы хотели узнать успех откуда в москве попытайтесь счастье от людей извлекать служа им по другому никак не извлечешь желать счастья заботиться забыть про себя бегите пирожки соседям раздавайте мы так жили с женой здесь семь лет искали счастье в отношениях с людьми заботитесь обо всех желайте всем счастья по дороге дарите конфетки женщинам пьяным которые просят просят милостыни на дороге не потому что вы верите что они голодные потому что бы через эти конфетки им счастье пришло я вам свой опыт рассказываю рассказываю мне на лекции шоколадные конфеты иногда дарит я их не ем я в москве жил с лекции иду по дороге смотрю женщина пьяная материться она ей уже нормально милостыни дали и она стоит материться на всех кто проходит напросилась видно уже до ручки я подхожу к ней в этот момент она материться орет я подхожу горе вот она до этого милостыни просила проходил она просила милостыню на лекцию с лекцией 2 она орет пьяная уже на всех ругается она на улице живет у нее как бы два варианта с кем ругаться или милостыни просить или ругаться я подхожу к ней конфеты говорю вам конфеты шоколадные вы же просили и она такая она быстро начала их распечатывать чтобы меня уличить в том что я обманул ее и потом видела натуральный дорогой шоколад она взяла еще попробовала поела и она такая такое застыла и самое интересное что дальше с ней произошло как вы думаете что с ней произошло она нет не заплакала она ушла она повернулась и пошла потому что ей тяжело было оставаться в этой ситуации она почувствовала бога она кричала что его нет ругалась на всех а потом раз когда она почувствовала что господь действует он помогает через людей ей он ее любит когда она это почувствовала она не могла выдержать этого слезы это означает что все жизнь повернулась она просто пошла из этой ситуации она ей стало неудобно в этой ситуации но это путь это ее путь она пошла своей дорогой изменений в жизни понимаете если мы будем так вот этим людям по-доброму удалить им что-то съестное даже если они не будут благодарны все равно рано или поздно их пробьет понимаете потому что это энергия господа энергия бескорыстия это не наша энергия это энергия бога мы своими силами не можем подарить конфетки это надо на боге думать в это время попробуйте и так когда человек забывает про себя постоянно желает всем счастья трудиться с сердцем чтоб силы были надо бегать вот завтра мы с максимом с утра вот здесь рощица есть побегаем зарядку сделаем надо жить активной жизнью в москве можно бегать спортом заниматься не говорить здесь газ один так газ везде вы в чё в квартире думаете его нет что ли ваш ну идите бегайте когда рано утром очищается атмосфера воздух становится чище потому что так действует свет луны узнаете о том что такое луна что это не просто вокруг земли какая-то штука вращается осколок солнца понимаете узнаете что эта штука она живая она за ночь так сильно очищает землю что воздух становится чистым радостным легким и приятным с утра человек не надышится он не может надышаться даже в москве даже в центре я в центре москвы зарядку делал бегал по арбату можно в москве спокойно быть здоровым надо просто это понять поверить в это потому что мы сотканы из веры если я думаю что здесь все загазовано ну и задыхаюсь тогда в этом газу а если я верю что здесь есть жизнь чистота в этом городе люди есть хорошие тогда я с ними контактирую постоянно мы разок с метро едем и так разговариваем по-доброму дружно и я смотрю за людьми наблюдаю я с детства такое всегда за всеми смотрю наблюдаю смотрю они все улыбаются не стоят тут рядом каждое свое не то что они от нас улыбаются они улыбаются про свое, каждый им про свое, понимаете, поменялась атмосфера, почему, потому что кто-то должен поменять, кто-то должен приложить усилия, и потом все меняется, все люди, они не хотят быть злыми, не хотят быть глупыми, там, какими-то неприятными, они хотят, у них хватает сил, у них хватает энергии, если у тебя есть, поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется, то есть, вот это и есть счастливая жизнь на этой земле, все, больше нет вариантов, забудь про себя, заставь себя бегать, заставь себя зарядки делать, заставь себя быть энергичным, заставь себя служить, заботиться, и тогда ты станешь счастливым ровно настолько, насколько тебе хватит такой жизни, а хватит надолго, потому что когда человек включился в такую жизнь, он не может остановиться, вот как эта девушка, которая говорит, я не для себя вопрос задала, а для подружки, а я ведь специально ее поднял, чтобы увидели, как такой человек живет, он о себе ведь вообще не думает, она же, видите, о себе забыла, она говорит, я для подружки сюда пришла, на эту лекцию, видите, это вот, вот это и есть, вот она такая жизнь, жизнь человека, который счастлив, которому не надо для себя ничего, он уже и так, ему все хорошо, он хочется другим, а пока ты думаешь, что у тебя все нехорошо, у тебя все нехорошо и будет, знаете, как девушка замуж выходит, она забывает, что она не замужем, она перестает думать, что у нее все плохо, и начинает думать о других, и в этот момент ее кто-то находит, стопроцентный факт, ну стопроцентный факт, по-другому никак не получится. Субтитры создавал DimaTorzok